друзья всем привет сегодня у меня будет очередной обзор мне прислали новую лодку она маленько необычная как все пвх-шки надувные она длинная и узкая называется она катабайт кб номер один испытаем ее на двух моторах на четверке hdx и на тофе пятерки посмотрим сколько она едет ну и как себя ведет под веслом итак итак лодка кб-1 от компании конкур что она собой представляет это узкая как я говорил и длинная лодка длина у нее 340 ширина метр ровно там 98 сантиметров метр у лодки четыре баллона два маленьких передних и задние большие плюс надувное дно это надувное дно это уже опция бывает у них просто пвх бывает дощетчатая я выбрал надувное дно плюс у нее установлено вот здесь защита пмд листы стоят вот такие вот предохраняют от проколов различных потому что основное направление этой лодочки это маленькие речки заросшие озера где надо пробираться по мелководью где надо проходить через каменистое дно либо очень заросшие камышом кустарниками и чтобы не бояться что где-то ты напоришься на какую-то ветку дно максимально здесь защищено итак смертельный трюк 6 половиной сил на кб-1 и и и и Стена-самыша. Вообще нету сопротивления. Он даже не пытается заглопнуть. Толкает и толкает. Сидушка-банка на клик-клосах. Регулируется по всей длине. Можно одну сидушку, можно две устанавливать. Для меня одной достаточно. Лодка трансовая, рассчитана до 5 лошадиных сил максимально. В данный момент я поставил 5-сильный двигатель Тахатсу. Но я, если честно, не впечатлен. Лодка набирает по течению 16 км против течения 12 км. Итак, покатался на четверке. И сейчас выехал на пятерке Тахатсу. Поднял повыше мотор, сколько мог тут, на 2-1,5 см. Потому что очень много было брызг. Ну, высоко мотор стоит. И сейчас пробуем на нем кататься. Выставил его по горизонту. Ну, угол выставил. Потому что тоже на первом делении не подходит. Выставил на третье деление. Встал горизонтально. Попробую померить скорость. На глиссер не выходит. 12 км под 5-сильным мотором. По течению. 15,7 км. Что очень мало. Вот крепления для лееров задние. Они начинают бороздить воду. И из-за этого вода начинает попадать внутрь лодки. Только даем газ, они начинают зачерпывать воду вовнутрь. Вот так это выглядит. Не знаю даже, что с этим делать. Скорее всего, придется их просто срезать. Потому что это совсем не дело. Также установлены две ручки, чтобы держаться. Накладки на транце, чтобы не продирать фанеру. И установлена сливная пробка. Ее можно во время входа по двигателям открыть. И она самотеком, вода выходит наружу. Еще очень большое отличие этой лодки. Это, так скажем, небольшой рундук. Здесь установлена еще одна фанера. Она приклеена. Скорее всего, служит она как усиливающий элемент. Плюс отсюда где-то начинают сходиться баллоны. И вот эта вот ПВХ накладка закрывает все. Если большая волна, волна сливается, не так забрызгивает лодку. Плюс здесь можно хранить какие-то вещи, которые требуют особого, скажем так, ухода, чтобы предостеречь их от воды. Здесь начинается подъем внутри. Даже если вода где-то попадает, она сразу же стекает туда. Но основную массу этот тент, конечно, убирает. Здесь же также прячутся еще два предохранительных клапана, которые уберегут эту лодку от перегрева и чтобы баллоны не лопнули. Клапан истравляется, тем самым лодка остается живой. Сзади находятся две ручки для переноски. С обратной стороны транец также имеет защитную накладку и то самое сливное отверстие. Сливной карман. Если пробивается эта ткань, чтобы вода имела место слива, здесь уже он предусмотрен. И вода здесь идет самотеком, вытекает. На дне заказана еще броня по всему баллону. А также установлено два таких плавника, которые обеспечивают более прямолинейный ход движения, чтобы лодка не рыскала. Нос лодки сведен. Это сейчас является, скажем так, опцией. Производитель делает по желанию клиентов. А вообще в данный момент эти лодки производят по катамаранному типу. И нос имеет такую же ширину, как и транец. Но для того, чтобы мне пробираться в камыши, я попросил сделать зауженный нос. Недостатки в этой лодке также есть. Я бы к ним отнес, скажем так, небольшую небрезвенность при ее изготовлении. Вот такие, допустим, заломы встречаются достаточно повсеместно. В некоторых местах встречаются вот такие, скажем, непроклеенные края на 2-3 миллиметра. То бишь здесь у нас все проклеено до края, а здесь начинает отходить. Считаю это косяком, конечно. Лодка рассчитана на движение при помощи байдарочного весла. Для его крепления, когда оно не надо, имеется два удерживающих устройства. И весло крепится по борту лодки. Вот так это выглядит. Ну что, однозначно сказать нельзя, понравилась мне лодка или нет. Своеобразная она, скажем так. Есть в ней плюсы, есть в ней минусы. Понравилось то, что она под любым мотором, даже трехсильным, моментально набирает максимальную скорость. Она не задирает нос. Просто ускорилась и поехала. Это происходит очень быстро. То, что защита дна у нее такая хорошая и форма узкая. Залазить по мыши будет однозначно намного легче. Это плюс. То, что она не выходит на глиссер, ну я пока не могу разобраться. Будем экспериментировать. Будем что-то менять, настраивать. В чем дело, я пока сказать не могу. Ну а так, дальнейшие охоты покажут, как себя ведет эта лодка и стоит ли она своих денег. На этом все. Всем счастливо. Всем пока.